следующий пункт это создайте свой проект кто не знает проект это проект который ведется по собственному желанию для того чтобы решить чью-то задачу и облегчить кому-то жизнь может быть свою может быть кому-то еще этот проект нужен для чего же нам это во первых это борьба с рутиной например ты ты уже middle или senior разработчик ты сидишь на своей работе уже несколько лет и если там не знаю делаешь постоянно какие похожие задачи выводишь что-то приходящие сервера на клиент верстаешь формочки сделаешь там похожие сайтики пишешь скрипты одни и те же так вот если ты начнешь делать свой проект то сможешь попробовать что что ты хочешь любой вообще в область что начать делать что хочешь во вторых это современные технологии например если ты android разработчик и ты понимаешь что ты весь мир уже пишет на котлин а ты сидишь по-прежнему на своем проекте на java и вы не думаете переходить на котлин по и довода никто не слушает то начни свой проект на котлин а может тебе захочется попробовать флаттер и ты захочешь или вообще захочешь потом со временем перри написать свой же этот проект на ios и написать его на свете все в твоих руках это только твой проект никто тебе не может отдавать правила третьих это ты сам можешь влиять на продукт бывает очень хорошо когда твой твой бизнес прислушивается к тебе и прислушивается к твоим каким-то требованиям хотелкам как как твоим желанием как чтобы ты хотел применести проект но часто бывает так что есть бизнес когда в который дает тебе просто задачи особенно большие компании и ты просто их исполняешь ты исполнитель это порой демотивирует и начни писать свой проект который который ты можешь влиять на продукт колоссальный ты хоть можешь красить кнопки в ядрёный зеленый цвет если тебе так нравится можешь делать все менять как угодно только твой проект и не перед кем не отвечаешь кроме этого ты сможешь получить в область опыт смежных областях а если ты пишешь например мобильное приложение то у тебя уже есть если и работаешь что в компании у тебя есть бэкэнд разработчики которые пишут тебе сервер у тебя есть дизайнеры если ты пишешь проект ничего у тебя этого у тебя нет и тебе нужно самому написать какое-то некое подобие сервера используем может быть фэрбэйс или же самому с нуля сервер тебе нужно попробовать сделать какой-то маломальский дизайн посмотреть а чем вообще дизайнеры пользуются и тебе все это придется изучить это тоже хорошая идея хорошая идея для того чтобы изучить что-то новое и кроме того если твой проект уже станет таким большим тебе нужно будет смотреть а как же его продвинуть может не может быть на нем стоит получится заработать и это тоже тебя заставит искать что-то новое изучать что-то новое и я думаю что это также хорошая возможность для того чтобы начать больше ценить своих коллег например ты работаешь мобильным разработчиком какой-то компании понимать что вот у тебя есть там целый отдел тестировщиков, которые что-то сидят целыми днями трекают в приложение, проверяют задачки твои, заводят какие-то баги. И, может, ты иногда думаешь, ну, без них тоже было бы нормально. В принципе, и так проект работы существовал, мы бы нормально запускались вроде. А попробуй начни свой проект, запусти свой проект без тестирования, выложи его в Google Play Market и посмотри, какие комментарии оставят тебе пользователи о том, что у них все крашится или же, что все работает медленно, что кто придумал этот дизайн. И ты подумаешь, да, наверное, мои коллеги тоже не зря сидят в офисе со мной и делают свою работу. И тут я бы хотел вам порекомендовать отличный доклад, который позволит вам сделать свои первые шаги в создании пэт-проекта, хорошо вас мотивирует, чтобы делать пэт-проект. Это доклад славы Слускера, как пэт-проекты поднимают уровень и доход мобильного разработчика. И тут упомянуты слово мобильный разработчик, но я уверен, что подойдет он вообще абсолютно всем разработчикам. И это просто также бэкграунд его, как мобильного разработчика, но можно применять это все, эти все знания для себя, кем бы вы ни были. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok